аллилуйя слава богу приветствую всех братьев и сестер приветствую всех вас именем господним сегодня у нас 16 февраля суббота трансляция с утренней молитвы с хлебоподоблением с причастием сегодняшним утром обновление милости господне к нам наше обновление в нем в нашем господи спасителя жизнь вечное обновление наше жизнь наша все наше аллилуйя слава богу и братья и сестры приветствую всех кто подключился подключается приветствую свою семью аллилуйя аллилуйя ко мне проскомиде сейчас происходит проскомиде это подготовка к литургии до к служению вот и здесь есть виноградный сок шаббат шалом друзья наступила суббота вчера вечером мы праздновали что начало субботнего дня сегодня продолжение этого господнего великого празднества которые каждую неделю мы совершаем с ним и в нем в господи нашем боге святом аллилуйя аллилуйя и праздную субботу мы празднуем с благодарностью к богу за его творение благодаря бога за то что он есть творец он есть наш отец любящий святой праведный бог наш аминь аллилуйя аллилуйя роман пишет да слава иисусу христу доброго ранку паста сергий доброго ранку украину львив витая братьев аллилуйя аллилуйя витаю усих святых у львови слава богу аллилуйя шалом мир всем и благодать домножится кстати вот следующее воскресенье не это не завтрашний день а вот через это будет 24 у нас получается до 24 у нас будет в церкви в гостях кифа епископ наш петр кифа он будет тоже делиться словом молиться за людей поэтому если вы в киеве то приходите он со львова а потом мы вместе с ним едем во львов и уже даст бог до неделю буду во львове следует там через вот и 3 уже марта получается до борис не борис на 3 марта я буду проповедовать во львове воскресенье на служение баптистской церкви у пастора михайла грещенко это церковь на лэнкевский улица лэнкевска там до лэнки лэнки бойки да и гуцулы вот лэнки лэнкевска лэнкевска это старая такое старая постройка старый город это часть такая очень красивая еврейская вот там много было старых еврейских этих поселений и насчет на волосе лэнкевский да там с утра служение потом общение будет у них там в кафе так что добро пожаловать я адрес львовский адрес я попозже выставлю для львовян для кто будет в гостях в городе львове слава богу я знаю что киевлян много сейчас во львове приезжают как раз вот в эти дни так вопрос можно ли причащаться черным черным хлебом наверное я я говорил уже брат об этом не раз так вот на и утренних и порой на вечерних собрать таких молитвов включениях трансляциях что причастие совершать можно я убежден по-разному можно совершенно по-разному вот и здесь не зависит до света шалом личенко шалом аллилуйя вот не зависит от того как что я помню во львове мы значит вот там где христианские зустричи михайло рыба на проводят значит как называется у них кафе то эльдорады или не не забыл как называется прям в центре города возле площадь этой ратуши ты чаще сейчас а до манджаро то вспомнил кафе называется ресторанчик до манджаро называется да там значит на первом этаже на что он на счетом ну просто кафе на самом тоже кафе но на втором часто там столы сдвигают они из проходят такое собрание христианских христианские зустричи мне очень нравится вообще во львове что мне нравится что там очень очень много разных христианских собраний таких порой с очень разные идеологии теологии но вот вот эта любовь господу иисусу христу она ощущается она вот как-то витает в воздухе прям слава богу и я был вместе с кифой как раз там до манджаро у михайло рыбы значит и мне очень понравилось что надо же думаю вот просто кафе просто ресторанчик казалось бы и какой-то в какие-то часы столы просто сдвигаются вот и народ рассаживается читается слово божье молимся изгоняем бесов исцеляем больных значит славим господа иисуса христа в песнях думаю вот это да да чтоб я так жил знаете ли как в одессе да вроде как говорят и я значит думаю вот это да это один из прообразов будущего не такого уж и далекого будущего я думаю что вскоре вот такой почин будет перенят ну я не говорю что демон жару там насчет это там говорю демонам даем жару слава богу вот но не только во львове этот опыт у михайло рыбы я думаю что кстати с удовольствием слушаю проповеди такой ну очень такой проповедник слава богу помазанной божьим духом хорошо слава господу там конечно есть разные нюансы есть такие как бы с которыми этом и не соглашаясь это нормата для христиан мы же думаю если христиан друг с другом слишком как бы так во всем соглашаются как бы и как бы и нет у них никаких там даже и как бы нισогласия вот это какой-то признак ну думаю не очень здоровый на мой взгляд вот это нормально для христиана быть там значит в чем-то там согласно надлежит быть разномыслием в конце концов чтобы открывались искусные а то значит ну да но я думаю что и здесь в Киеве вскоре будет нечто подобное в гораздо большем масштабе в гораздо большем масштабе все фактически кафешки, рестораны они будут вот в таком режиме работать как агапы собрались, кушаем потом раздвигаем столы молимся, славим Господу танцуем, прославляем Спасителя нашего Иисуса Христа читаем Слово Божие стоим на коленях, плачем, радуемся, смеемся то есть служение разнообразное служение, разные конфессии это прекрасно, это восхитительно слава Богу Аллилуйя спасибо тебе Господь 3000 человек которые собирались каждый день и все были в единомыслии да, аминь, аминь аминь вот но 100% у них были разномыслие и единомыслие одно другому не противоречит я имею ввиду что я думаю что у них у этих братьев наших самых первых ну я не думаю что они были как зомби как роботы что у них были только одни мысли вот я думаю что единомыслие здесь имеется ввиду что в главном единство как вот Блажен Августин выразил эту мысль очень хорошо что в главном у нас должно быть единство во второстепенном свобода разнообразие разномыслие а во всем уже любовь вот этот принцип Блажен Августина думаю очень хорошо раскрывает картину и ранней церкви потому что деяния мы читаем что они не были далеко единомысленны вот мы читаем деяния там были очень разные там и зависть была значит там значит и были горечи осуждения там ну там такое было в первой церкви мы читаем что и грехов много и всякого много было но самое основное что это удивительно это действительно не просто я не хочу быть в такой церкви где одни мысли у людей вообще это 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 позор думаю это проклятие какое-то как роботы такие как зомби такие знаете как в фильмах ужасов каких-то вот нет у нас разные мысли но единомыслие христианское это не зомберленд единомыслие христианское это единство в истине единство в главном вот и напоминаю еще раз кстати вот девиз блаженного августина он удивительно выразившего вот это вот христианское настоящее такое церковное единство он у нас девизом был значит на наших соборах кстати первые соборы наши вот здесь обновленческие реформаторские соборы в Киеве как раз вот имели этот девиз я думаю что надо взять на вооружение и вот в этом году тоже как раз вот напечатать нам что-то такое плакаты такие что в главном единство во второстепенном свобода разнообразие да а во всем Божья вот эта любовь святая любовь слава Богу вот и самое главное единомыслие тоже это вот наше причастие тела крылья Иисуса Христа верующих очень много разных сегодня сейчас очень разных конфессий разных деноминаций разных ветвей и это слава Богу что мы вот такие разнообразные что мы не единообразные слава Богу что мы разномысленные и единомысленные одновременно а единомысленные христиане самое главное единомыслие наше христианское общехристианское в том что Иисус и есть тот самый Христос Помазанник, о котором говорили все пророки Которого ожидало все, как говорится Прогрессивное человечество, по крайней мере Ну, больше или меньше, можно сказать, что и все человечество И не только человечество Весь этот мир ожидал и растительный, и животный Все-все ожидало Спасителя Все было в томлении и в ожидании Миры ангельские были Воспевающие Господа В Евангелиях написано Слава Богу Аллилуйя Мир вам, возлюбленный брат Сергей Мир вам, Божий, во Христе Иисусе Благостави Господь своих детей в Украине С любовью к вам, во Христе Иисусе И со здравием И с Дальнего Востока России Аллилуйя Благоставляем Я бываю на Дальнем Востоке Правда, давно уже не был Последние годы не бывал я Но и в Находке проповедовал И в Владивосток Тында В этом году, даст Бог После Пасхи Буду Красноярск И, значит, Там за Красноярском еще забыл я В Хакасии Еще где-то И Иркутской области Так что даст Бог Этим уже летом получается Там уже, да, уже после Пасхи Даже, даже Скорее ближе к Троице даже К Пятидесятнице Вот Скорее всего будут где-то вот И вот недалеко от вас Потому что там и Благовещенск Тоже есть Школа библейская Приглашала Тоже у них давно не было Уже несколько лет Уже у них там не преподавал Вот Ну и Надеюсь И у вас там побывают Тем более, что Приглашали меня тоже С разных мест В том числе С Сахалина Там школа библейская Пригласила С Якутии Да, то есть Тоже Это будет большая поездка Довольная, я думаю Если еще в Якутии В смысле в Сахалин Еще Значит Соберусь То это будет очень большая поездка Такая продолжительная поездка Вот То есть даже не одного месяца поездка Пару месяцев буду точно там Так что Увидимся, даст Бог Потому что Дальний Восток Он говорит, что очень дальний Очень большой Вот Но Как я там в Владивостоке проповедовал Последний раз Когда Я говорил, что Он хотя Пишется там И зовется Дальним Востоком Но Для Бога Он Не дальний Никакой Он близкий Он Свой Родной Потому что Господь Действительно Над всеми нами Ну а там рядом Корея Да Ну я имею в виду Южная Корея И имею приглашение От корейских Пастырей Тоже Надо будет визу открывать Чтобы Может быть Оттуда как раз Ну в принципе С российским паспортом Можно как раз И в Корею Там Без визы По-моему Даже можно Насколько я знаю Я там В Корее ни разу не был Я вообще В Корее ни разу не был Еще И надеюсь Что Вот Получится Туда Поездка Там и Япония Рядом уже Скорее Совсем уже Вот В Японии Друзья Вот Товарищи И там И миссия Рика Уоррена В Японии Значит Она Трудится Хорошо Баптистская миссия Тоже Мы с ними Дружим Партнерство У нас И молитвенное Партнерство И по возможности Там Финансово Поддерживаем Мы То есть Ну пусть это Как бы И Две лепты Но Тоже Участие В этой миссии Рика Уоррена Кстати Я вот На общении Здесь Вот С нашим Кифой С епископом Нашим Со Львовы Я как раз Рекомендовал Ему прочесть Книгу Рика Уоррена Цельюстремленная Церковь Он оказывается Не читал еще Эту книгу Я удивился Потому что Я думал Что наши все Служители Уже читали Эту книгу Очень хорошая Книга И я рекомендую Эту книгу Как служитель Как пастор Потому что Эта книга Реформаторская Она действительно Реформаторского Склада И сам Рик Уоррен Он очень такой Именно реформатор Он протестант Он не православный Совершенный человек Он далекий От православия И как бы Я там когда писал Он пишет Что восточное православие Мы вообще Христианство Мы вообще не знаем Фактически Говорит Хотя у них В Калифорнии есть Там На самом-то В Калифорнии Там у них есть Православные храмы Но они Там и там Все есть Они Рик Уоррен Уоррен Пишется обычно На английском По-русски Обычно По-разному Хотя и Воррен читал Тоже В разных учебниках По-разному В разных книгах По-разному Пишутся Разные переводчики А так Уоррен Ну В гугле Загуглите Рик Уоррен Рик Уоррен Целью Устремленная Церковь Вот И значит Очень хороший Один из Самых сильных Баптистских Сейчас вот Проповедников Не только в Штатах Но и вообще В планетарном масштабе Слава Богу Вот И Я был Как-то на конференции Южных Баптистов В Джорджии В Атланте Потрясающая конференция Там Тысячи и тысячи Пастырей Служители Евангелистов Вместе Молились Господу Там были гости Там были гости Но я был Единственный Я был единственный Гость От Православных Православной Церкви Но там Были представители Католической Церкви Правда не священники Но представители Католической Церкви Там были Представители Там Пентикостал Чорщи Были Пятиэтнические Были Были Адвентист Был один Престивитель Там Вот разные были представители, как гости сидели. И вот я, будучи единственным православным гостем, конечно, мы общались, я поделился, рассказал о наших проблемах, о наших переживаниях. Я говорю, мы молимся за вас, баптистов, молитесь за нас, пожалуйста, потому что мы тоже нуждаемся в ваших молитвах. Как говорится, друг друга тяготу носите. И таким образом исполним закон Христов, закон любви. Слава Господу. И, кстати, вот там с баптистами, я был вместе с пастором Ричардом Кулпеппером. Это один из самых передовых пресс-фитеров пастырей баптистских в Джорджии. Белый американец и очень такой сильный пастор, сильный служитель, проповедник. Вот, и имел честь как раз там познакомиться, ну, еще перед тем познакомиться с ним. И мы вместе с ним были как раз там, на конференции южных баптиистов. Вот, и как раз вот вопрос подняли о причастии, хлебопреломлении. И тоже там пастыри были, пресс-фитеры были, и больших церквей пресс-фитеры были, таких многотысячных. И они сказали, да, что мы в своей практике тоже. Я объяснил им, что вот когда мы совершаем хлебопреломление, причастие, евхаристию, то, говорю, мы допускаем всех абсолютно. Потому что есть разные вопросы порой у людей. А можно ли причащаться так, можно ли сяк? Я говорю, пожалуйста, даже если человек пришел, просто с улицы зашел. Даже если он вот только лишь вот пришел совершенно о Боге, ни о каком Боге не имеет представления абсолютно. Ну, сейчас это трудно представить, но, к примеру, такой первобытный атеист, то есть, как бы, я имею в виду в хорошем смысле слова первобытный атеист, то есть, он как бы, вот вообще о Боге ничего не слышал. Ни о христианском, ни о мусульманском, ни о иудейском, ни о каком, ну, вот я был таким, вот, до 13 лет своей жизни. Ни о каком Боге не слышал абсолютно никакой информации, ни хороший, ни плохой. Нет, хотя, плохое, что я слышал, конечно, в школе, что Бога нет. Ну, как бы, ну, у меня в голове не было никакого файла, там, папочки на эту тему. Некуда было положить этот файл, как говорится. Вот, это я потом вспомнил уже, пережив с Богом встречу, вот, о том, что все-таки, я стал вспоминать, где же я мог слышать о Боге вообще? Мне было чудно как-то. Ну, представьте, еще за, там, за секунду до смерти я не знал вообще о существовании Бога, а пережив смерть, сразу был перед Богом. Я даже не понял, что я умер и был пред Ним. Ну, ладно, сейчас не об этом. О том, что, если даже с улицы заходит человек, значит, и он понятия не имеет ни о каком Боге, но если он, зайдя в собрание, он, да, принимает Иисуса Христа своим спасителем Господом, и он говорит, да, аллилуйя, принимает спасение, возрождение свое духовное, потому что спасение, возрождение в Иисусе Христе наше, то он тоже причащается. Если человек верит, что кровь Иисуса Христа была пролита за его грехи, пожалуйста, нет проблем, причащайся. Вот, и это самое великое, что вообще есть в христианстве. Христос, Он в нас, и Он среди нас, и Он с нами во все дни, до скончания века. Самое потрясающее, аллилуйя. Аминь, аминь, Мерихаистое пишет, и я также этого придерживаю относительно Евхаристии. Слава Богу. Вот, и когда я рассказал о нашей практике, вот этим пресвитерам баптистским, там, Джорджии, то они сказали тоже, подтвердили там, что да, у них тоже подобная практика, и если люди приходят в собрания, там, других конфессий, других церквей, если они верят, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живаго, если они верят, что кровь Христа была пролита за их грехи, то причащайтесь, люди добрые. Но, единственное условие, которое в Библии, ну, там, два таких, можно сказать, условия. Самое важное условие, это вера, да, вера в Иисуса, как в Христа. Да, Иисус есть Христос, Сын Бога Живаго. Вот, а второе, нужно рассуждать о теле и крови Христа, вот, чтобы не лишиться всех этих благоставений Божьих, чтобы не прошли мимо эти благоставения, караваны Божьей благоставений, да. Апостол Павел писал, что и в его время такая проблема была, очень остра, к сожалению. В его церкви, он, куда писал письмо свое, многие болели и даже умирали люди, вот, то есть, люди не рассуждали о теле Христа. И те благоставения, которые они могли бы иметь, они не имели, потому что не рассуждали. Вот, рассуждали, будем так говорить, ограниченно, как полуправда. Я говорю, полуправда порой хуже, чем откровенная ложь. Вот, Христос умер за нас, за грехи наши, это правда, но это полуправда, это еще не вся правда. Вся правда в том, что Он взял на себя наши болезни и немощи, и ранами Его мы исцелились. То есть, Он не только спас нас для вечности, как вот, к сожалению, многие христиане и тогда, при первых апостолах, видимо, понимали, судя по словам Павловым, как понимали, на протяжении, вот, почти двух тысяч лет, все-таки, большую часть, так или иначе, большую часть христиан, к сожалению, это неправильное понимание. Вот, на самом деле, для вечности, да, спасение Бог открыл нам через кровь Иисуса Христа, Он спас нас, действительно, и я спасен для вечности, я знаю, я спасен вечности через кровь Иисуса Христа. Вот, но, если я буду только вот так вот мыслить и верить, то я буду, да, вечности, это, понятно, спасен, это по умолчанию уже, но здесь-то на земле, что ж я буду дурака валять-то буду, и все благоставения, получается, уйдут мимо, пройдут мимо меня, это ненормальная ситуация, ненормальная, потому что заплачена великая цена. Это, как, знаете, рассказ есть такой, значит, «Быль», «Быль», «Рассказ-быль» из жизни. Один человек, он там на корабле плыл, значит, я не помню, куда, там, откуда, куда, в Америку, что ли, ну, давно это было еще, когда кораблями в основном передвигались-то, вот, значит, или только кораблями. Короче, он плыл, а, ну да, кораблями. Он плыл, значит, на корабле, а, кстати, подобные случаи мне рассказали еще другой, ну, ладно, короче, я сейчас могу быть не точным, примерно так, плыть надо было несколько дней, я так понял, вот, значит, а у человека денег не было, у него были деньги только на билет, он купил билет, плохо знал, как бы, язык, я понимаю, значит, там, вот, и покушать у него, там, что-то было немного, он поел первый день, там, значит, потом голодал, там, там, ну, к примеру, пару дней, там, или сок, там, голодал, вот, значит, на одной воде только, получается, сидел, потому что не было денег, у него там оставалось, там, там, немного совсем, там, сок, там, может, гроши какие-то, и вот остается последний день, они вот уже должны прибыть уже, там, в порт, там, ну, в Америку, к примеру, по-моему, в Америку плыл человек, вот, думает, я, ну, сейчас я подкреплю силы перед сходом на берег, выходом на берег, что-то куплю у них там, в этом ресторанчике, там, значит, там, вот, корабельном, вот, и уже, немного хотя бы подкрепив силы, сойду на берег, вот, и каково же было удивление его, когда он пришел туда, да, как-то изъяснился, что он хочет купить, там, значит, что, покушать, а ему говорят, не надо денег, как не надо денег, for free, дело в том, что ему объяснили, как бы так вот объяснили все-таки, что, ему раньше никто не объяснил просто-напросто, что, оказывается, вся еда, она входит в стоимость билета, и он мог бы все эти дни не голодать, знаете ли, вот, зависливо, смотря на тех, кто все-таки, там, кушает и завтрак, и обед, и ужин, вот, оказывается, он мог ходить запросто туда, в этот ресторанчик и кушать, вот, значит, но он не кушал, значит, и голодал, и вот уже только вот уже перед прибытием на берег он там хоть, хоть немного покушал, хоть накушался, вот так вот, и мне эта история напоминает, да, Роман пишет, да, и это называется, читай инструкцию, точно, в билете было указано, что он питается бесплатно, действительно, вот, надо рассуждать, надо читать внимательно, слово Божье надо внимательно читать, порой смотрю книгу и ничего не вижу, вот так вот живут большинство верующих, христиан, разные конфессии, разные динаминации, к сожалению, чего греха таить, вот, и, да и когда прочитаешь об этом, понимаешь, вот, принять это, согласиться с этим, не так-то просто, друзья, как, допустим, принять спасение, да, вот, а как же мои грехи, а как же я вот ошибаюсь, а как же, вот, осознать, что Бог простил меня все мои грехи, простил меня всего, принял меня, простил то, что было в моей жизни, то, что есть, то, что будет, вот, полностью, он вне времени Бог, он однажды во временном измерении, 2000 лет назад, казалось бы, меня и в помине не было, но он заплатил страшную цену, свою жизнь отдал, кровушку свою пролил за нас, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную, и то, что 2000 лет назад совершилось, сегодня верой мне принять это спасение, это тоже акт героический, это, это действительно такая победа, и принять, тем более, когда чувство вины, там, что-то, много, может, что не так сделал в жизни, и как же люди не могут себя простить, живут в этом годами, вот, и страдают, и болеют, и это все садомазохизм такой совершенно ненужный абсолютно, потому что Бог нас простил, примета прощения, если кто-то еще, там, может, что-то осуждает себя, уже суд совершился, совершился на Голгофском кресте, великий суд на даме совершился, вот, и имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную, вот, не имеющий Сына Божьего, конечно, да, но как иметь Сына Божьего, как принять Его разумом, своим сердцем, это, это, у кого-то быстрее происходит, но чаще всего процентов 90 и даже больше христиан, по моим наблюдениям, это, это, ну, очень трудно дается, скажу так даже, если честно, 99%, наверное, всех христиан в этом плане очень тормозят, очень, я тоже отношусь вот к этому проценту тормозящих таких христиан, очень сложно, не, не то, чтобы поначалу, когда только пришел к Богу, то пережил с Ним встречу, то, да, все было хорошо, все было просто, все было понятно, в моей жизни было спасение, да, я принял эту жизнь, эту, читал Слово Божье, все было понятно, пока не пришла церковь, или пока я не пришел в церковь, вот, когда вот церковь это я был, значит, и вот Господь, глава моя и фундамент моей жизни, Иисус Христос, все было понятно, четко, просто, но, к сожалению, в 87-м году, когда я пришел в церковь православную, ну, начал служить, по крайней мере, в церкви православной, в 88-м уже до Юре, а де-факто начал в 87-м еще служить, но в начале 88-го уже на зарплату, уже все, уже официально, уже служил, уже не просто там раз в неделю, или два раза в неделю, как до того, а уже каждый день, фактически, без выходных, вот, значит, служу в храме, и, знаете ли, конечно, по вечерам, каждый вечер, а то и бывает и утром и вечером, ну, выходные, по крайней мере, вот, в этот момент перелом совершился в моей жизни, думал, а я было, думал, что вот спасение-то так, стал читать церковные книги, стал выцерковляться больше и больше, стал читать святых отцов, и спасение стало отодвигаться так далеко, я был научен, я себя убедил в этом, в святоотеческом предании, что спасение-то вообще, это как до Пекина пешком идти, и вообще, это путь такой, ой-ой-ой, я в этом себя убедил, что, вот, все время в покаянии, все время в исповеди, забыв о том, что покаяние, это немного другое, это совсем другое, чем это люди представляют порой, на самом деле, сегодня, сегодня я, вот, прошел опыт определенной религиозного мракобесия, заблуждения, и потом выхода из этого, до сих пор выхожу, вляпаться в религии было очень просто, вот, вляпаться в религию любую, протестантскую, православную, католическую, любую, очень просто, делай как мы, делай с нами, делай как мы, делай лучше нас, то есть, прям, ты попадаешь в систему, ты учишься говорить, как они, ты учишься думать, как они, мыслить, вот так вот, такими же категориями, ты учишься поступать, как они, двигаться, как они, так же креститься, как они, все, все, ты, просто, и тебе это нравится, особенно поначалу, но потом, когда ты уже входишь в это болото, в эту трясину, как вот засосало уже, там, меня засосало опасная трясина, да, тогда жизнь просто игра, действительно это страшно, вырваться уже, большинство христиан спохватываются, что их засосало, когда уже поздно, когда уже просто невозможно, просто вырваться уже нельзя, то, если бы не Господь, я лично уже, уже все, меня так засосало православное, вот, лжеучение всевозможное, что я был уже не в состоянии даже дернуться, все, я был жертвой вот этой трясины, но слава Богу, по милости Господне, Он меня вытащил из этой жижи, из этого болота, аллилуйя, вот, и сегодня, вот, до сих пор еще, до сих пор, сколько лет уже, уже больше 20 лет уже я вне этой религиозной, мафиозной, коррумпированной структуры, и до сих пор, мне сложно порой, бывает, вот, вот это простое евангельское учение дается, то, что в юности, да, было очень просто, очень просто дается, вообще, я понимаю, что в юности, когда приходишь только к Нему, особенно, это прекрасно, держись этого, я просто, вот, даже наставляю, вот, молодых людей, если кто смотрит, как принял Христа, так ходи в Нем, не позволь никому украсть Твою радость, не позволь никаким религиозным аферистам, ни протестантским, ни православным, ни католическим, никаким абсолютно, значит, похитить эту радость, не позволь никому похитить это понимание, библейское понимание, евангельское понимание спасения, ты спасен через веру в Иисуса Христа, через веру в Иисуса Христа, все остальное аферизм религиозный, все, больше других, у меня только кровь Иисуса Христа, я знаю, это мое спасение, аллилуйя, аллилуйя, истинная правда, не могу с вами не согласиться, во свете Бог, так, аминь, как вы относитесь к мощам, разве это нормально, что церковь их так чтит, Арцах пишет, да, я не почитаю мощей, и я считаю это религиозный оккультизм и аферизм, вот, значит, рекомендую, Арцах, посмотрите здесь на моем канале, вот эти записи, так и напишите, архиепископ Сергей Журавлев, культ мощей, вот, и вы как раз посмотрите, вот, я объясняю, почему это не является христианством, почему культ мощей, почитание мощей, как и почитание икон, крестов и прочей мерзости является Богопротивным, вот, если, допустим, даже ношу крест, сейчас у меня наперстный крест, вот, если человек, допустим, думает, что крест его спасает, защищает, то такой человек самый несчастный на земле вообще, это идолопоклонство, на самом деле, не тот, кто на нас, тот, кто в нас, больше того, кто в мире, вот, вот, и единственные мощи, мощи, вообще, мощи, это липсана, по-гречески, прах, пепел, это, это останки, человеческие останки, вот, и это недостойно, вот, и даже Евхаристия, даже причастие, даже, даже в этом, вот, был культ мощей раньше, в моей жизни, по крайней мере, вот, в традиционном православии до сих пор так оно и есть, даже причастие самой Евхаристию, святыню величайшую, да, я совершал, как и тысячи моих коллег на, вот, останках святых, будем так говорить, людей нечестие, нечестие совершеннейшее, нечестие, потому что в престолах, храмах, там, мощи, там, и на, в антиминцах, ну, там, лекции мои, посмотрите, по истории христианства или послушайте, там, как раз, об этом я подробно рассказываю, уже больше 20 лет борюсь с этой заразой, но самая главная борьба с этой заразой, какая, что взирать на Иисуса Христа, только Иисус является лучшей дезинфекцией этой заразы, значит, противоядием против этого яда, действительно, действием, только Иисус, поэтому, слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому, аминь. Мельхиаседек пишет, да, я тоже нашел крест нательный, но только как знак, символ и не боли этого, аминь, вот то же самое, для меня это знак моего служения сейчас, значит, деревянный крест я дал Кифе, он поехал в Днепр сейчас проповедовать эти дни, он там, Чаплина, Днепр проповедует, вот, а у меня здесь лежал еще вот такой крест еще, правда, большеватый, но, я думаю, одену его, вот, как раз вот для, значит, вот такого эфира, у меня здесь медальон есть такой, епископский, панагии называется, да, но дело-то не в этих крестах, не, не в чем-то еще, да, кстати, ой, ой, вот, крест сам, который я делал, да, вот, о, кстати, православный крест, он такой восьмиконечный крест, вот, но, если я буду целовать, допустим, да, вот, как вот делают, крест ложат на налой, допустим, там, на стол, там, покрестился, там, значит, раз поцеловал, даже крестное знамение само, это тоже может быть элементом идолопоклонства, вот, и ничего общего с христианством это не имеет, на самом деле, почитание крестов, там, мощей, там, прочее, на самом деле, единственное, что христианское, это действительно, это сам Христос, так, а когда в Кривой Рог, Дом Хлеба, да, обязательно буду в Кривом Роге, приезжаю туда, получается, в конце марта, да, в конце марта, начало апреля, буду там, в Кривом Роге, в конце марта точно, с пастором мы так вот списывались, я одно не могу понять, Иисус, Сын, Божий, получается, Бог, Отец, это две разные личности, Брат, вы затронули такую тему, такой спор богословский, который уже два тысячелетия не можем мы разрешить, поэтому я не думаю, что сейчас вот в коротком эфире мы сможем сделать то, что не сделало историческое христианство за два тысячелетия, есть разные понимания Бога, есть разные понимания, и в нашей церкви тоже есть разные, и люди принимают причастие у нас тоже порой, и я проповедую в разных церквях, и где верят, что одна личность, только лишь Бог, и две личности двоица, и три личности троица, вот, в разных очень, мы держимся, у нас в церкви поется, читается Никейский, Никео-Цареградский символ веры, там, там, верую во единого Бога Отца Всемогущего, но причащаются у нас тоже, и вместе мы преломляем хлеб с верующими разными, 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 разной конфессией, разной динаминацией, и верующих и в единицу, и в двоицу, и в троицу, да хоть в миллионницу, на самом деле это все, даже троица, там, вот, понимание есть выражение такое, да, вот именно три проявления Бога, есть интересное такое сравнение, красивое такое, вот, как, допустим, солнце, да, вот, потом лучи исходящие и, значит, тепло происходящее от него, или там еще другие сравнения есть, но на самом деле, да, есть и те, кто считает, что Бог двоится, да, я проповедовал в таких церквях, в США, по крайней мере, вот, значит, славянские церкви есть такие наши, да, значит, там, пастор Михаил, допустим, там, другие церкви некоторые, где я бывал в гостях, вот, значит, в штате Вашингтон, да, они троицу не признают, но двоицу признают отца и сына, Духа Святаго понимают именно действующей силой Бога, вот, разные есть понимания за два тысячелетия, ну, и в древности были такие, разные были понимания, но Бог един, Роман, Бог един, Мерфейседай пишет, так и есть, аминь, аминь, хотя проявлений Бога великое множество, миллионы и миллионы, миллиарды проявлений Бога, каждый из нас, по сути, каждый из нас на этой земле тоже является проявлением Бога и тоже является его ипостасью, будем так выразиться, можно, вот, хотя и по слову ипостась, оно по-разному понимается и в строгом, старом христианском богословии это, значит, совсем другое значение имеет слово, в общем-то, как часть вот такого целого, вот, но самое главное, я обращаюсь к нему, как к своему отцу, он мой отец, я его дитя, он создатель всех миров, он Бог, богов, Господь господствующих, царь всех царей, вот, и богословские споры, они могут быть и будут до самого конца этого мира, неизбежно, вот, и они были, есть и будут, и это нормально для человека, потому что ненормально, если бы, понимаете ли, два тысячелетия назад, допустим, было бы что-то открыто, и вот все два тысячелетия не было бы никаких ни споров, там, значит, ни ересей, значит, это была бы ненормальная ситуация, потому что Бог, он живой Бог, и он, я убежден, он хочет, чтобы дети были живыми, а не чтобы были такими инфантильными, какими-то, как вот, сравнил там, зомби-лендом, каким-то, слава Богу, однажды я услышал, Мельхед Задек пишет, да, ответ на этот вопрос Богу, не важно, сколько меня, один, два, три, четыре, пять, важно любовь, да, аминь, так и есть, вот, это и есть самое основное, вот, самое главное, самое основное, он в нас, а мы в нем, и пусть каждый из нас, каждый верующий, неважно, как он, там, верит, догматы, доктрины, какие его, как он научен, или как он сам понимает, самое главное, как вот, опять-таки, Блажен Августин говорил, в главном единство, во второстепенном свобода, разнообразие, а во всем любовь, аминь, и когда придет время, Дух Святой откроет нам понимание истины, да, когда, я хочу перефразировать ваши слова, Роман, не когда придет время, а когда закончится время, потому что, когда время еще идет, полное познание истины невозможно, вот, и полное откровение истины невозможно, просто физически невозможно, потому что мы ограничены временем тогда, получается, но когда время закончится, когда наступит уже вечность, вот только лишь вечности Это возможно. Я, допустим, вот про себя скажу, что вот, будучи еще пацаном совсем, даже не полных, было 13 лет, когда пережил смерть и был перед Господом, то, значит, у меня началось не с теории религиозной, может, поэтому я так рассуждаю, не знаю, но у меня началось с практики. Я не знал никакой религиозной теории, а была практика, вот, и, конечно, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, царь царей, спасибо. В первую же секунду, я делюсь сейчас своим опытом, я знаю, что так оно есть и в вашей жизни будет, в первую же секунду, после завершения вашего бытия, земного, после того, как мы покинем эту планету, все будет понятно. У меня было так, по крайней мере. Только я умер, я все понял, сразу. Откуда, как, что мне это сказано было, или это сразу загружается, это сравнение, как, допустим, вот, у меня, этот, говорю, телефон давно не обновлялся, там, этот, Android, включаешь, и сразу обновляется, джин-джин-джин-джин-джин-джин, пошло. Ну, он медленно, постепенно обновляется. А там обновление в миллионы, в миллиарды раз быстрейшее. Там сразу все обновляется, твое все. Одним словом описать то состояние, когда я был перед Богом, это ты все понимаешь. Просто ты все понимаешь, знаешь. Откуда? Откуда я знал, что это Бог? Откуда я знал, вообще про Бога ничего не знал же. Но, конечно, поначалу очень глупо я себя ощущал, потому что еще за секунду до смерти я не знал, что Бог вообще в природе существует, будем так говорить. А Он есть, и Он добрый, и Он благ, и Он хороший, Он самый-самый-самый, самый красивый, самый добрый, самый ласковый, самый нежный, самый умный, самый-самый. Все, что я знал раньше, до 13 лет своей жизни, не с чем было сравнить. Да и сейчас, сейчас мне вот 50 на днях, и, как говорится, да. Но я и так за 50 лет ничего подобного не видел. Отблески, отдельные отблески, отдельные, да. В этом мире я постоянно вижу эти отблески вот этой славы, его мудрости всего, да. В природе, в себе, в окружающих, во всем. Но вот это настоящее, это как сравнивать, допустим, копии, да, вот, значит, допустим, вот, ну, в книжках, особенно в старых. Сейчас полиграфии, конечно, на уровне хорошем. А раньше, допустим, какая была полиграфия в Советском Союзе? Вообще, вообще никудышная. И у меня, допустим, была Мадонна Лита, вот эта вот, Мадонна с щегленком, Леонардо да Винчи, было издание, ну, я не помню сколько, но несколько разных изданий. Значит, и на каждой из них цвета были разные. Каждый из них по-разному, ну, красивый, по-разному, по-своему красивый. Каждый из этих публикаций, этих, ну, напечатанных картинок. Но когда, уже будучи в Эрмитаже, там, в Ленинграде тогдашнем, когда я лицом к лицу увидел работу Леонардо да Винчи, когда я увидел эту Мадонну с щегленком, я был так зачарован, я был так восхищен, удивлен, что просто-напросто вот ничего, вот эти мазки мастера, вот этого его, все его было в этой картине. Удивительно, вот нечто подобное можно сравнить как раз вот и вот с тем, что происходит в нашей жизни. Все, что о Боге можно на земле узнать, я не имел такого опыта, правда, не имел такого опыта, чтобы знать о Боге что-то и потом умереть. Я имел опыт другой, я имел опыт чисто атеистический. То есть, ничего о нем не знать и потом вот оказаться в такой дурацкой ситуации, вот как бы не зная вообще, что он даже есть, а как он все это время любил меня и знал меня, а я вообще даже не слышал о нем вообще. Это так глупо было, мне казалось. Вот, но это все быстро прошло, потому что так хорошо стало, что, как говорится, ни в сказке сказать, ни в первом описать. Вот, и знаете, и конечно, вот, но я представляю себе, как ощущают себя люди, которые здесь, допустим, там, верят, там, да, в Бога и научена там единица, двоица, троица, там, значит, там, или там миллионы богов, там, значит, там, значит, а потом перед ним оказываются. И в какой они ситуации? Наверное, многие, значит, да, Господь, мы, конечно, да, переборщили. Мусульманская традиция, иудейская традиция, прекрасные по-своему традиции религиозные, христианские традиции разнообразные, по-своему, каждый из них прекрасно, по-своему, и одновременно каждый из них по-своему ужасна, эта традиция. Вот, но ужасна, наверное, тем, что человеку порой кажется, что вот только лишь его вот это вот мнение является аксиомой, истиной, и всей истиной вообще во всей своей полноте открывшейся. Вот такая ситуация хуже всего. Такие люди распяли Господа Иисуса Христа, такие люди кричали «распни его, распни его». И такие люди до сих пор распинают как раз грехами своими. И я таковым был, порой и являюсь таковым, вот, и каюсь сразу, когда ловлю себя на мысли даже, даже шальная мысль, когда пронеслась, вот, допустим, какая-то о верности, видимо, моего вероучения, моего понимания, Господь, прости меня, потому что как только я начинаю мыслить, что я верно понимаю Бога, и верно мыслю о нем, все, это уже сектанство. Это уже сектанство, и я это сразу отбрасываю Господь и прошу Бога прощения, и милости прошу Его. То есть, есть мое мнение и неправильное, но да, сектанство типичное, да. Шалом, шалом. Вот, и сегодня его святой день, сегодня шаббат, и шаббат шалом, друзья. Сегодня давайте совершим хлебопреломление, причастие Евхаристию. Вот, очень люблю это совершать, я все равно накупил лепешек таких. Я боюсь причащаться. Эрл Штеггин говорил по слову Библии, что если причащаешься недостойно, будут плохие последствия. А я грешный, страшный, хотя очень борюсь. Вот я говорил об этом чуть выше, вы, наверное, попозже подсоединились. Брат или сестра, я не знаю, вы хотите заработать, но я не знаю, кто вы, брат или сестра. Ну, ладно, вот, хотя имя у вас интересное, ник этот, вот, значит, и, вот, видимо, вы не только о финансах думаете заработать, но и хотите заработать царство Божье. Вот, это печально, это печально. Эрл Штеггина я очень люблю и очень уважаю как брата, вот, но тогдашнее его понимание Бога, значит, и, вот, всего, во многом, к сожалению, не евангельское, к сожалению, чего греха таить. Вот, значит, и бойтесь причащаться, боитесь причащаться, значит, чтобы были плохие последствия. Это не так. Повторю, давайте повторю, что говорил выше, что если человек, он думает, что он причащается, сейчас, 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 с чем начать-то даже, не знаю, что даже таким вопросом в тупик ставите порой. Ну, вот, я тоже боюсь, что мимо меня пройдут благоставения эти. Не само причастие вас убьет или вам даст болезни, это, это, это глупое представление. Оно, к сожалению, в умах миллионов людей. Я, я сам переживал это много раз, и в моем прежнем христианстве, когда был православным, традиционным священнослужителем, я переживал, я каялся, часто со слезами каялся в грехах своих несовершенствах, подготавливался к причастию к Евхаристии. Вот, будучи священником, да, я совершал ее постоянно, и каждый раз вот это, иногда меньше, иногда больше, иногда приезжал на генеральные исповеди, значит, но не помогало. Это как болото, чем больше каешься, тем хуже становишься просто-напросто. Вот, потому что покаяние настоящее, это изменение мышления, перемены сознания, изменение мышления. Прямо сейчас, вот, желающие заработать, покайтесь, просто покайтесь. Каким образом? Не перечисляйте там грехи там свои, там, или проблемы, там, или с чем боретесь. То есть, это как проклятие, знаете, вот, как вот, фильм был какой-то, про этого, Мерлина, о, про Мерлина был фильм, значит, колдуна того. Там интересный эпизод был такой, сказка про Мерлина. Значит, там, злая волшебница, колдунья, она имела силу над людьми, огромную, огромную силу, люди просто были в ужасе от нее, она была сверх-сверх-ведьма. Ну, а как оказалось, на самом деле, вся сила ее была лишь в том, когда на нее смотрели люди, когда ей верили люди. И когда в конце, там, Мерлин научил, все, там, я не помню, я весь фильм смотрел, я не такой киношник, на самом деле, но я смотрел, получается, окончание этого фильма, получается, больше, там, вторую часть, может, не знаю. Вот, и там, я помню, вот, чем закончилось там, значит, там, значит, вот эта ведьма, она там такая, я такая, я такая, там страшная, все. А Мэрлин, этот дядька, научил, как не бояться этой ведьмы, просто отвернуться и не думать о ней, и просто не верить ей. Вот, и она захерела там, все, она стала там такая, такая, все, и погасла, и не стало ее. Вот, грех это такая вещь, чем больше о нем думаешь о грехе, Чем больше с ним борешься, тем он сильнее становится. И любое наше законничество, любая наша борьба с грехом, она обречена на неудачу. Я думаю, что опыт двухтысячелетний церковный об этом очень ярко говорит. Здесь, в Киеве, люди порой годами многими даже в землю зарывались, на столбах стояли, себя истязали, колыстали себя. Но на самом деле грех от этого становился еще сильнее. Бесполезно бороться с грехом. Поэтому желающие заработать, я просто рекомендую вообще и всем оставьте всякое даже желание бороться с грехом. Оставьте всякое вот это вот даже мысль о борьбе с грехом. Просто взирайте на начальника веры, совершителя веры Иисуса Христа. Смотрите на него, любуйтесь им, принимайте его. Покаяние оно здесь совершается и здесь совершается. Знайте, что Бог два тысячелетия назад, оставьте борьбу с грехом, два тысячелетия назад все уже совершилось. Уже он поборолся. Он и Иисус за нас поборолся, видя, что мы уже на протяжении вот уже почти шести тысячелетий болтыхаемся в этом всем и не можем побороться. Он взял и поборолся за нас. Он два тысячелетия назад на Голгофском христе поборолся и умер за нас, пролил свою кровь и спас нас. Поэтому взирай на Голгофу, взирай на кровь Христа. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю. Благодарю Тебя, Господь, что два тысячелетия назад Ты взял на Себя наши немощи и болезни и ранами Твоими мы исцелились. Боже Всемогущий, я прошу Тебя. Действительно, очень много христиан научены так, что они должны бороться с грехами, самостоятельно, своими силами спасаться, зарабатывать спасение. Я прошу Тебя, как Ты просветил очи моего сердца в этом вопросе и открыл мне, что все уже совершилось, что совершилось искупление мое и что Ты полностью простил меня и всех, все миллиарды людей, живущие на этой планете. Ты всех простил, но, увы, 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 за два тысячелетия по-прежнему Авос и ныне там. Очень мало кто принимает Твой божественный дар. Но я прошу Тебя, пусть сегодня век информатики, век интернета, миллионы и миллионы христиан истрезвятся, слушая проповеди евангельские, назидаясь. Боже, пусть действительно протрезвятся христиане, истрезвятся и примут спасение. Я благодарю Тебя за Твое спасение, за жизнь вечную, дар во Христе Иисусе Господе моем. Благодарю Тебя за Духа Святаго, Утешителя. Благодарю Тебя за жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Но также и в этой временной жизни я прошу Тебя, помоги верой принять это исцеление, полное прощение, освобождение каждому из нас. И мне, и моим братьям и сестрам благооставляю великое имя Твое. Я мыт кровью Христа Иисуса. Кровь Христа омыла меня, кровь Христа освободила меня. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою. Иисус Христос. Мой Спаситель Иисус Христос. Мой Целитель Иисус Христос. Мой Освободитель Иисус Христос. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу. Благодарю Тебя за жизнь вечную. За дар вечной жизни во Христе Иисусе. Благодарю Тебя. Аминь. Кровь Христа и тело Твое ломимо было. Тогда же, два тысячелетия назад, за всех нас благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Боже, за действительно это счастье, знать Тебя. Спасибо за хлеб наш насущный. Спасибо. 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 Спасибо, Господь, за жизнь вечную. Спасибо. 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 Спасибо